Девушки отдыхают Ребенок никогда просто так плакать не будет. Нам нужно разобраться, в чем причина. Я ненавижу больницы. Опять отправят на анализы. Гриппом в прошлый раз заразились. Не дай бог, хуже станет. Дочь. Хуже станет, если мы ничего не сделаем. Ну хорошо, завтра отведу. Ну ты моя золотая. Я могу с тобой поехать. Да справлюсь, рядом же. Девочка моя. Ой, девочка. Ой, ты она же красавица. Такая девочка красивая. Правда, на тебя совсем не похоже. Прости. Не обижайся. Ладно? Я давно хотела у тебя спросить. Твой бывший муж, он права, Анечку. Не предъявит, не хотелось бы скандала. Не предъявит он. Он умер. Ти-ти-ти. Ой, прости, я же не знала. Ну все. Все, солнышко. Все. Марина, хватит издеваться. Ты меня уже несколько месяцев завтраками кормишь, а Танька как не звонила, так и не звонит. Либо ты мне сейчас же расскажешь, куда они переехали, либо я завтра же напишу заявление в милицию, а их пропажи. Вот эгоист. У Танюхи только началась жизнь налаживаться. А о моей жизни хоть кто-нибудь подумал? Она у меня ребенка забрала, дочерью делиться не дает и на звонки не отвечает. Знаешь что, ты сам виноват. Нечего было напиваться. От хорошего мужика же она не уходит. Понятно. Со мной говорить не хочет, значит, с тобой поговорит. Передай ей, если она мне завтра же не отзвонится, то я всем расскажу про того суицидника. Не думала, что в тебе столько дерьма. Правильно сестра сделала, что ушла от тебя. А ты не думай. Ты сообщение передай. Вот урод. Алло, Танюш. Привет. Ну, у нас тут дела так не очень хорошо. В общем, тебе придется сколько встретиться. Да, он совсем с катушек слетел. Вечно от него одни проблемы. Ладно, я разберусь. Давай. Девочка моя, ну что ж с тобой такое, а? Ух ты, я даже не знала, что у тебя есть квартира в центре. Да еще четырехкомнатная. Слава купила ее незадолго до смерти. Думаю, о ней мало кто знает. Надеюсь, отец нас тут искать не будет. Ой, я представляю, как он расстроится и рассердится, если узнает, что ты весь Славкин бизнес и все имущество сдала в аренду с последующим выкупом. Вообще, мне скажи, это законно? Не волнуйся, все под контролем. Мой адвокат уже обо всем договорился. Тем более, новый владелец один из Славкин с друзей. Так что, думаю, проблем не будет. Главное, он мне целиком всю сумму выплатил. Можно начинать новую жизнь. Не пожалеешь? Ты сама знаешь, на чем Славкин бизнес строился. Я к этому даже близко подходить не хочу. Вообще не хочу в прошлое возвращаться. Ну, тогда вперед в светлое будущее. Пойдем. Ну что, мои хорошие. Идемте домой. Ну, это надо, а. Родного отца из дома выставить. Тварь неблагодарная. Я в нее столько вложил. На тебе, пожалуйста. Ну, ничего. 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 Я ей такой счет выставлю. Она у меня за все, что я для нее сделал, заплатит. Ничего. Ничего. Никто не смеет относиться к Валерию Соловьеву, как к ненужной тряпке. Вид из окна просто шикарный. Я бы никогда не подумала, что буду жить в центре. Кайф. Это куда ставить? Здесь оставь, потом разберем. Главное, места много. Хорошо тут. Смотри, смотри, тут площадка детская есть. И магазины в шаговой доступности. Ну, просто реально мегаполис. И то, что там у Славки дома жили, как на дшибе. Меня, если честно, это очень раздражало. А тут цивилизация. Ты уже решила, чем заниматься будешь? Угу. Хочу вложиться в сеть цветочных магазинов. Ух ты. Смотри, я тебе не показывала. Солидно. Вообще, я хочу открыть собственную фирму по ландшафтным дизайнам. Всегда об этом мечтала. Даже тайком от папы курсы закончила. Здорово. Кстати. Я заметила, с деньгами ты дружишь. Экономить умеешь. Мне нужен бухгалтер. Пойдешь на курсы? У меня что, будет настоящая профессия? Конечно. Не бег же тебе няня работать. Дети вырастут. Та профессия останется. Варь, ты чего? Ничего. Просто обо мне мама так не заботилась, как ты заботишься. Ты уже столько всего для меня сделала. Ну, вообще-то я тут и свою выгоду поиметь хочу. У меня будет бухгалтер, которому я смогу доверять. Спасибо. 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 Ты знаешь, что ты всегда можешь на меня рассчитывать. Ты как сестра родная мне стала. Ну, я серьезно. Мама, если когда-нибудь ты кого-нибудь грохнешь и мне позвонишь, единственный вопрос, который я задам, лопату брать. Надеюсь, до этого не дойдет. Ты мои хорошенькие. Варя, если серьезно, дети, это единственная семья, которая у меня осталась. Привет. А где Анюта? Дома. Коль, что тебе надо? Ты свою пьянку и так нам жизнь чуть не испортил. Решил добить? Никого я добивать не собираюсь. Я соскучился по дочери. Хочу увидеть ее. Исключено. У нее теперь другой папа. Что? Ты... Ты в своем уме... Что за бред ты несешь? Она только моя дочь, только моя! Тише ты, разорался. Коля, хоть на минуту включи мозги. Ты ничего не можешь дать Анете. А мой муж может. Но забудь о дочери хотя бы, хотя бы ради ее счастья. Сам подумай, как объяснить ребенку, что у нее два папы. Значит так, вот это не мои проблемы, а твои. У меня есть полное право видеться со своим ребенком. Либо ты устраиваешь мне встречу по-хорошему, либо я встречусь со твоим мужем и... Не знаю, составим график посещений. Что? Какой график? Что за бред ты несешь? Значит так, не смей приближаться к Роме. Роман, значит, да? Хорошо. Даю тебе пару дней, чтобы все уладить. Нет? Пеняй на себя. И игрушку, пожалуйста, ребенку передай. Ну что, это последнее? Сегодня еще куда-нибудь поедем? Нет. Поставщики сказали, что завтра сами все доставят. Сынок, я поговорить с тобой хотел. Что-то случилось? Как раз я у тебя и хотел спросить, куда ты вчера вечером ездил? Дела были. К ней ездил, да? Ну ты же обещал поставить точку. Обещал. Только получается многоточие. Но ты не переживай, пап. Я все равно ее не ношу. Жанна уехала из поселка. И куда даже отец не знает. Так что не получилось ничего. Зря ты к нему ездил. У нас от этой семьи только одни беды. Я просто хочу избавиться от недосказанности. В прошлый раз мы с Жанной даже толком не поговорили. Она так и не сказала, зачем приезжала. Мне от этого, знаешь, как плохо. Хоть на стенку лезь. Ладно, если на душе совсем тошно. Ну хорошо, постараюсь я по своим прошлым тем служебным связям пробить ее адресок. Пап. Ну? Спасибо. Для меня это знаешь, как важно. Ты только матери не говори. Я уверен, она этого не одобрит. А вон уже и к Танюшке с Анютой привязалась. Ножанку зуб точит. Ну ты же знаешь, я могила. Роман Якимов, я полагаю. Да. А мы с вами знакомы? Нет. Со мной нет. А вот с профессором он вам привет передает. Еще раз напомню, меня зовут Денис. Если у вас возникнут любые вопросы, не стесняйтесь, поднимайте руку. Доброе утро. Меня зовут Варвара, я по записи. Извините за опоздание. Ничего страшного, Варвара. Проходите, занимайте удобное место. Ага. Спасибо. Итак, начнем. Сегодня мы изучим азы компьютера для того, чтобы сделать из вас уверенных пользователей программы для бухучета. Пожалуйста, откройте на рабочем столе папку под номером один и прочтите задание. Позвольте, я вам помогу? Угу. Я вижу, вы пока не очень дружите с техникой. У-у-у. Вообще не дружу. Предпочитаю книги. У меня отец был профессором литературы. Вот, так сказать, семейные традиции. Очень интересно. Сейчас нечасто можно встретить девушку из интеллигентной семьи. А-а-а. Пожалуйста. Вот сюда? Да. Варвара, вы делаете успехи. Сюда? Да. Есть. Смотрю, у вас семейный бизнес. Дела, подозреваю, не очень. Нам хватает. Понял. Вернемся к профессору. Ему от вас нужна услуга. Еще один проект? Ну нет, что вы. На этот раз все куда проще. Нужно просто некую сумму перевезти через вашу фирму. И поверьте, после этого ваш бизнес, ах, взлетит сразу. Боюсь, что я вынужден отказаться. А вы, я посмотрю, человек рисковый. Да? Вы вообще отдаете себе отчет, кому вы отказываете? Отдаю. Одно дело архитектурный проект и совсем другое отмывание денег. Я понял. Я передам ваши слова профессору. Но учтите, он не любит, когда ему отказывают. Я ясно выражаюсь? Всего наилучшего. Кто это такой? Да так, никто. Слушай, подозрительный тип. Раньше бы я у него документы точно спросил. Да, кстати. На счет Жанны, держи. Это адрес городской квартиры Карпова. Скорее всего, она там. Больше никакой недвижимости на ней нет. Ладно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ладно. Зря, наверное, я это сделал. Ну-ка, что мы с тобой возьмем? Мы с тобой возьмем вот так. Анеточка. Покажи. Что такое? Такой. Кто там у нас? Что моя сладкая? А куда ты побежала? Куда ты побежала? Пусть пока походит мы. Сейчас пойдем уже. А куда вы пойдете? Ой, я вот сейчас выбираю, что надеть. Пойдем на прогулку. Думаю, свежий воздух пойдет на пользу Анютки. А ты уверена? Она вроде неважно себя вчера чувствовала. Да нет, она так плотно поела. Все уже в порядке. Так. Ну, не знаю. Может, я с вами? Мне свежий воздух тоже не повредит. Любовь Александровна, а вы же не успеете пообедать. Вы знаете что? Вы лучше спокойно обедайте, а мы пока погуляем. Ладно? Доча, дочь, давай одеваться. Анюта! Анют! Дочка! Ну-ка, беги ко мне. Беги к маме. Давай, 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 давай. Я здесь. Малышка. Как ты выросла. У тебя есть час, потом я заберу ребенка. Час это мало? Час, а не минуты больше. Дочь, мама скоро придет. Только не плачь. Мама. Кто это? Сова? Мамина сова? Мама. Доченька. Ты скучала по мне? Да не дергайся ты так. Не украдет же он ее. Да не знаю я уже, что делать. Не могу же я постоянно возить дочку ему на встречи. Я не понимаю, зачем ты вообще так все усложняешь? Сказала бы правду про бывшего. Ты же не первая мать разведенка. Поздно. Я уже сказала свекровью, что Колька умер. Ну как я теперь ей объясню его внезапное воскрешение? Да нафига ты его похоронила? Да потому что она, не представляешь, какой у меня свекровь. Она ханжа, прилипала, вечно сует нос в наши дела. Вот сказала бы я ей про Кольку, она тут же побежала с ним знакомиться. Как она меня раздражает. Я думала, у тебя свекровь золото. Была бы золото, продала бы. Терплю только из-за ромки. Не-не-не, надо скорее от них съезжать. Слушай, так роди им внука. Даже если про Кольку узнают, ради внука все простят. Нет. Все, спираль теперь мой лучший друг. Я в роддом больше не ногой вспомню. Вон Санюта чуть не померла. Да. Да, это ты зря. Ромка рано или поздно захочет детей. Не родишь ты, найдется другая. Но это мы еще посмотрим. Марина, вот как ты не понимаешь. Сейчас они мою Анюту любят как свою. А если я рожу Ромке родного ребенка, все, Анечка отойдет на второй план. Но для его родителей так точно. А я не хочу, чтобы кого-то любили больше, чем мою Анюту. Да, нагулялся, можно забирать. Какая больница? Больница? Что? Что? Коля! Больница! Тань! Ой, Жан, он настоящий полковник. Ну, в смысле программист. Он умный, он красивый, он интеллигентный. Зовут его Денисом Вадимычем. А у него очки. И относится он ко мне как к дочке профессора. Почему именно профессора? Ну, потому что при виде него я немножко растерялась и пришлось немножко соврать. Ну, сказала ему, что папа был профессором, но теперь я уже сирота. Не про мою же непутевую мать рассказывать, которой девяти классов и то не закончила. Фантазерка. Смотри только в своих фантазиях, не запутайся. Не запутаюсь. Мне с ним детей не крестить. Ты лучше расскажи, как твой день прошел. Кажется, я нашла готовый бизнес, который можно купить хоть сейчас. Круто. Только хочу сначала сама съездить, все проверить. Еще с юристом надо проконсультироваться. Как говорил Слава, капиталовложений не терпит спешки. Да, хороший был мужик. Умел деньги делать. Да, это точно. Обедать будешь? Ну, конечно. Я так переволновалась на курсах, что готова быка съесть. Суп. Давай. Стой. Как же он пахнет. Что происходит? Где моя дочь? Что ты с ней сделал? Ничего я с ней не сделаю. Она потеряла сознание прямо в кафе. Я привез ее в больницу. Почему ты мне не сказала, что дочка больна? Что ты несешь? Чем она больна? Онколог Владимир Евгеньевич сказал, что у нее воспалены лимфоузлы. Ей нужна детальная диагностика. Есть подозрения. Замолчи. Замолчи. Я не хочу этого слышать. Потому что это неправда. Это неправда. Анечка слишком маленькая. Этого не может быть. Это просто простуда. Это просто простуда. Это просто простуда. Оно просто простудно. Да, Таня, я сейчас занят немного. Что? Как в больнице? Адрес мне назови, я сейчас буду. Коля, уходи, пожалуйста. Сейчас Рома придет. Но она же моя дочь. Я должен быть с ней рядом, а не он. Ты можешь хоть раз в жизни забыть про свой эгоизм и сделать так, как будет лучше для нашей дочери? Интересно, почему я должен быть лучше с чужими людьми, а не с родным отцом? Потому что родной отец с копейки на копейку перебивается. Ты даже лекарства не сможешь оплатить, если что-то серьезное найдут. Коля, я тебя умоляю, если ты Анюту любишь, уходи, а? Позвони, как станет известен диагноз. Ну, тише, тише. Все же ведь хорошо будет. К сожалению, результаты анализов неутешительны. У вашей дочери обнаружены раковые клетки. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Тише. Она же еще маленькая. Тише. Владимир Евгеньевич, это лечится? Необходимо еще раз собрать все анализы. И если это то, чем я думаю… Пожалуйста, скажите, что да. Я вас умоляю, спасите мою дочку. Да. Это лечится. Но, увы, не у нас. Подобные операции делают в Израиле. Но я хочу сразу вас предупредить, что подобные операции очень дорогостоящие. Мы найдем деньги. У нас есть небольшой семейный бизнес, сбережения. Хорошо. Тогда я на всякий случай свяжусь с их госпиталем. С вашей стороны необходимо в кратчайшие сроки собрать всю сумму. К сожалению, время не на нашей стороне. Ну, тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Тише, тише. Профессор, мы передали от вас привет. Ой, как обидно. Анечка такая маленькая. И такой диагноз. Ничего. Даже если диагноз подтвердится, все будет хорошо. Мы насобираем денег, а не хватит, продадим магазинчик. А что? Внучка дороже. Любаш, ты знаешь, знаешь, как я тебя люблю? Ты знаешь, что там такое настырное? Ну, подожди ты. Ну, подожди ты. Ну, ответь. Ну, что-то важное. Якимов слушает. Какой пожар? Сейчас буду. Похоже, это… Наш магазин горит. Ты что? Я с тобой. Я ее отец. Я ее породил. Я имею право распоряжаться жизнью своей дочери. А она… Неблагодарная. Если бы я ее со Славкой не свел… Как родного отца выставить из дома? Как? Мерзавка. Еще тебе здесь не жилось. Дом-то неплохой. Чего к ней жить попался? Ты дурак? Или притворяешься? У нее баба куры не клюют. А эта идиотка взяла и прибыльный бизнес своего мужа продала. Лучше б я этим бизнесом распоряжался. Зависал бы сейчас с телками в сауне, а не со Швалью всякой бухал. Ты кого Швалью назвал? Ты за базаром-то следи, ментяра. Ты у меня сейчас сам рот закроешь, понял? Мужики… Сам свой рот закроешь навсегда, понял? Ты у меня землю жрать будешь, понял? Может… Вздохни! Сын мразина! Мужики… Ну, с чего вы начинаете? Тварь… Твою ж… Да и поглохнул… Глохнул… Ну, давай… Давай! Говорю! Давай! Стой! Вот гнида! Эй, 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 ушел, вот тварь, а, что ж делать, а, что ж делать, а? Э, алло, это Соловьев, меня в доме мужчину убили, нападавшего я задержать не успел, да, пишите адрес. Я не понимаю, не понимаю, за что нам это все, мы столько денег вложили, столько сил, и что ж там делать? Мам, да хватит, а, что-нибудь придумаем, все нормально будет. Права, мать, надо было в квартиру вкладываться, а не рисковать. Квартира тоже могла сгореть, хорошо, хоть у вас в магазине не было. Это да. О, Боже мой, как же мы теперь, анюдь, это деньги соберем на лечение? Это я во всем виноват. Не захотел через наш магазин деньги отмывать. Вот профессор привет и передал. Подожди, это... Который вчера приходил? Угу. Да правильно сделал, что не стал связаться с криминалом, себе дороже. Так мы только магазин потеряли, так могли свободу потерять. Так и чего ж мы сидим? А чего делать? Ну как что? Идти в милицию, заявление писать. Любань, а что мы им скажем, какие улики? Заявление. А в магазин ты хоть застрахован был? Да нет. Ой, в кои-то веки решили сэкономить. Не понимаю, что делать. Не знаю. Не знаю. Самое ужасное, что мы Анечке на операцию денег не заберем. А без нее она. Я, кажется, придумала, как можно попробовать Анечке денег собрать. Ну? У меня на телевидении работает однокурсник. Ну, вот этот... Ну, вот... Ну, помню, помню. Помнишь? Вот. Выпускающим редактором. Может, я с ним переговорю? А? И мы так, с миру по нитке, и насобираем, а... Ой... Не люблю я просить, конечно, но... Это не важно, пап. Очень хорошая идея, мам. Другой альтернативы у нас нет. Может, получится? Любань, Любань, ну... Ну ладно, ладно. Может, получится, правда? Да, конечно, получится. Выкрутюсь. Конечно, получится. У вас пять минут. Спасибо. Бог мой. Ты вспомнила, что у тебя есть отец? Адвоката привела. Ты действительно его убил? Это был несчастный случай. А мне сказали, забил до смерти. И пытался свалить вину на другого. Подумаешь, подрался. Он сам упал. И сам разможил себе голову. Почему я должен за это отвечать? Ты хоть слышишь, что ты несешь? Что? Ты превратился в какого-то монстра. Нет, только не надо мне лекции читать. Я тебя прошу. Мне нужен адвокат, понимаешь? Адвокат. Мне нужен хороший адвокат. Ужин, ищи сам. Я думала, ты сожалеешь обо всем, а ты? Да ты что? Это вот ты бросишь отца в беде? Это, ну, знаешь, это верх неблагодарности дочерней. Издеваешься? За что я должна тебя благодарить? Я ехала сюда, думала, что это все какая-то ошибка, что ты сожалеешь. Но ты, как всегда, жалеешь только себя. Вернись, неблагодарная! Что ты здесь делаешь? Я же просила. Вот, возьми это дочкиное лечение. Это все, что у меня было, не хватит, но... Я машину продал. Прости, что больше собрать не смог. Коля, спасибо. Ты, главное, не переживай. Я больше вас не побеспокоил. Я разговаривал с врачом. С меня пользу, как с козла молока. Коля, Коль, мне... Мне правда очень жаль, что у нас с тобой все так получилось. Но сейчас мы должны думать об анете, да? Ты береги нашу дочку. Ладно. А ты хочешь ее увидеть? Можно? Ну, конечно. Коля... Прости. Прости меня, родная, что оказался не лучшим папой. Я тебя очень люблю, правда. Субтитры создавал DimaTorzok Ты не расстраивайся ты так. Варь, я не могу, он все-таки мой отец. Да. Ты точно не хочешь ему адвоката нанять? Нет. Во-первых, он виноват. Пусть учится отвечать за свои поступки. Но, во-вторых, кто-кто, папа точно не бедствует. У него наверняка есть какая-нибудь заначка, плюс связи среди адвокатов. Так что, поверь, у него все будет отлично. Варь, все, давай не будем о грустном. Ты мне расскажи, как твой день, как твоя учеба? Мне кажется, что Денис Вадимыч со мной заигрывает. Да ладно. Угу. Поздравляю. Рада за тебя. Спасибо. Я тоже за себя рада. Но я боюсь. Чего? Ну, боюсь, что я его разочарую и что у меня же нет образования. Варь, Варь, подожди. Но ты как раз учишься. Ну да. Ну и потом. Ты посмотри на себя. Ты умная, добрая, красивая. Он вообще должен быть счастлив, что такая девушка, как ты, обратила на него свое внимание. Спасибо за поддержку. Мне очень важна твоя вера в меня. Ты, главное, сама в себя верь. Сегодня мы расскажем еще об одной семье, чью дверь постучала из беды. Варя, сделай погромче. Это Роман и Татьяна Якимовы. Здравствуйте. Их маленькой дочери Анечке диагностировали страшное заболевание – рак. Девочке срочно требуется дорогостоящая операция в Израиле. Ты их знаешь? Не совсем. Сегодня любой из вас может помочь этому ребенку, отправив смс на номер, который вы уже видите внизу экрана. Также вы можете перечислить деньги на специальный счет. Реквизиты вы можете найти на сайте нашей программы. Ой, бедняки. Господи, не дай бог. Ой, к сожалению, не соберут. Сумма очень большая. Соберут. Интересно как. Э, не-не-не-не-не-не-не. Давай, не дури. Это все твои сбережения. О детях своих подумай. Варенька, я как раз о них и думаю. И у моих детей, слава богу, все в порядке. Мне есть за что благодарить Бога. Да, ты сумасшедшая. Нет, просто не хотел бы оказаться на месте той матери. Мы не соберем эту сумму за две недели. И надеваем тебя. Тс-т… Надо быть реалистами. Давай мы не будем паниковать раньше времени. У Бога у него на всех чудес хватает. У Бога? Серьезно? У какого Бога, Рома, его нет? Ты ужинать будешь? Я не хочу. Я устала. Я лучше лягу. Тссс. 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 Моя мосточка. Моя девочка. Моя девочка. Спасибо. Ну что, как Анечка? Плохо. Садись, сыночек. Тебе сил надо набираться. Садись, милый. Ой, бедная Танюша. Я бы на ее месте с ума сошла. Я последние полтора года как будто в кошмарном сне. Кажется, вот сейчас вот проснусь, открою глаза. Там Жанна. Ой, боже мой. Не пойму я. Да когда ж ты ее из головы-то выбросишь, а? У тебя ведь от этой Жанки в жизни одни беды были. Не знаю я. Пойми, пойми этих мужиков. Такая девушка хорошая, рядом. А вы все на сторону смотрите. Мам, не начинай, пожалуйста. Ай! Да. Роман Якимов. Слушаю. Хм. Хорошо, буду. До встречи. Спасибо. Все нормально? Угу. На собеседование пригласили. Ну так… Ну так, может, на этот раз повезет, сыночек. Сильно сомневаюсь, мам. Бывшие зэки, они никому не нужны. Ты не бывший зэк. Ты дипломированный, высококвалифицированный архитектор. Скажи об этом работодателям. Ладно это. Ну правда, поешь хотя бы немного. Поешь, сынок. Жанна Валерьевна, а вы уверены, что вы хотите перевести на благотворительный счет именно эту сумму? Это практически все средства с вашего счета. Да, уверена. Ну хорошо. Тогда распишитесь здесь. Нет, 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 нет! Лена! Лена, что значит, я ухожу? Что тут непонятного, Сень? Я ухожу к другому, я влюбилась. Так бывает. Ты мне изменяешь? Я его знаю? Сень, я порядочная женщина. Я сначала рву отношения, а потом изменяю. А я сначала? Я убью тебя, Лена. Сенечка, ну успокойся. Жизнь — это постоянные перемены. Мне так учитель йоги говорит. Так что, смирись. Ай, да что ж такое! Все из-за бал! Что вообще в головах происходит? Вы ко мне? Да, я на собеседование. Но если вы сейчас заняты, я могу позже зайти. Да нет, как видите, я уже ничем и никем не занят. Так что, как говорится, ай, да что там, заходите. Фух. Что, чай, кофе или, может, коньячок? Спасибо, я не пью. Спасибо. Значит, компанию не составите. Ну да ладно. На чем мы остановились? А, да, резюме. Я, наверное, пойду. Что, уже передумали? Я нет. А вы сейчас дошли до пункта, где говорится, что я сидел. Ну да. Но у вас же оправдательный приговор к резюме приложен. Так что, тюремный пункт отменяется. Я читал о вас в газетах. Знаете, я вообще всегда говорил, что все беды из-за баб. Вообще здорово, что вы пришли. Иначе я бы свою, ну теперь уже бывшую, точно прибил бы. И тогда бы оба мне в газетах писали. Кстати, по поводу вашего портфолио. Вы знаете, оно впечатляет. Над одним из ваших проектов работал мой знакомый прораб и очень хорошо о вас отзывался. Так что, вы мне подходите, я вас беру. Фирма у нас, правда, небольшая, но дружная. И хочется верить, перспективная. Так что нам нужна свежая, талантливая кровь. Послушайте, если вы каким-то образом связаны с профессором, то… С каким профессором? Да, ни с каким. Не обращайте внимания. Хорошо. Так что, если… вас устроит зарплата, то можете приступать с завтрашнего дня. Ну что, мне выписывать пропуск? Выписывать. Вот и славненько. Добро пожаловать в дизайн строй компани. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Уснула? Как собеседование? Нормально. Взяли. И зарплата неплохая. Так что попробую взять кредит на лечение дочки. Ты хоть понимаешь, как сильно я тебя люблю? Все будет хорошо. Без тебя бы я точно пропала. – Якимовы! – Тихо-тихо-тихо! Вас доктор попросил зайти, желательно прямо сейчас. Да вы не волнуйтесь, я с девочкой побуду. Наверное, анализы повторные пришли. Если бы все было хорошо, нас бы не вызывали. Ромка, я боюсь. Так. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!